Добрый вечер! Вы смотрите программу РФ с Денисом Базанковым на телеканале ТНТ ОНЕГО. Сегодня у меня в гостях публицист, политолог Олег Реут. Добрый вечер! В предыдущей нашей серии мы обсуждали с Григорием Фандеевым политическую ситуацию, связанную с предстоящими 14 сентября до выборами в Петрозаводский городской совет. Сегодня мы эту тему продолжим с Олегом и попробуем узнать, что он думает по этому поводу, его экспертная точка зрения на происходящие события, а есть ли они вообще и что нам ждать. Олег, до выбора. Мы делали с вами прогнозы весной, что будет борьба, будет жесткая борьба. Оправдываются ли эти прогнозы? С точки зрения ожидания, я думаю, что они вполне оправдываются, поскольку ситуация в Петросовете, она не изменилась. Есть некое такое равенство, паритет между политическими основными силами. Плюс-минус один голос. И поэтому от результата этих выборов зависит возможность политической траектории развития Петросовета на ближайшую перспективу. Поэтому ставка на самом деле довольно-таки большая. И я добавил бы еще один такой аспект, который мы ранее никогда не затрагивали. Он связан с перспективными губернаторскими выборами. Будут ли они плановыми, либо не плановыми, но очень важный момент заключается в том, что кто бы ни был кандидатом в губернаторы, он будет проходить муниципальный фильтр. И вот сейчас в других регионах мы как раз наблюдали ситуацию, когда ряд кандидатов этот муниципальный фильтр не прошли. То есть они не получили подписи в поддержку со стороны муниципальных депутатов. Поэтому удельный вес вот этого депутатского мандата, он становится выше, он становится более значимым на самом деле. Поэтому эти выборы вот с точки зрения результата, с точки зрения будущего расклада довольно-таки принципиальны. Можно, кстати, их считать какой-то репетицией губернаторских выборов? В какой-то мере, повторюсь, вот если тот либо иной кандидат не сможет преодолеть муниципальный фильтр, то он не будет заинтересован как кандидат. По крайней мере, это нынешнее законодательство такое, оно вроде бы не будет меняться в ближайшем электоральном губернаторском цикле. И поэтому на самом деле композиция депутатского корпуса может предопределить, кто реально станет лидером губернаторской компании. Это на самом деле так. Загадывать, я думаю, не будем. У нас меняется довольно-таки часто на самом деле законодательство в России, поэтому тут уж лучше промолчать. Давайте вернемся к нашим двум территориальным округам. Я как житель Галиковки говорил, что не вижу никаких выборов, понятия о них не имею. Пожалуй, программы РФ только об этом сейчас и говорят. Ну, в новостях что-то можно, наверное, услышать иногда. Почему так? На самом деле участвующие кандидаты играют отчасти на низкую явку. То есть те, кто будет знать, за кого ему надо голосовать, они придут. А в целом обеспечить высокую явку, ну там, скажем, более 25%, хотя бы уж я не говорю про 50%, более 25% кандидатам, видимо, не желается. Они ориентируются на приход на избирательный участок и правильное голосование, ну, правильное в кавычках, со стороны тех, кто будет ими подготовлен, упакован. И тот, кто о выборах узнает непосредственно от кандидатов в плане вот таких вот мотиваций того, что надо будет делать в воскресенье 14 сентября. Поэтому кандидаты в целом играют на такую довольно-таки низкую эгитацию. Ну, понятно. Если придет всего 200 человек, а 100 из них это твои, тогда ты безоговорочно выигрываешь. И причем малыми средствами, как это понимается. На ваш взгляд, вот сейчас какие технологии отрабатываются? То, что уже было опробировано в Петрозаводске или что-то есть новое? К сожалению, да. То, что было опробировано, я с таким вот пессимизмом и с разочарованием наблюдаю, что совершенно не используют интернет-технологии, мобильные технологии. Можно было посмотреть на яркие кампании, по крайней мере, с точки зрения того, как это делалось, например, год назад на выборах мэра Москвы разными кандидатами. И что-то использовать. По крайней мере, вот это движение навстречу к избирателям, этот диалог. Но то Москва, то Москва. Все-таки и уровень информационных технологий выше, все выше. Тем не менее, уровень проникновения интернета, мобильной связи, развитие современных вот этих приложений для смартфонов и так далее, и так далее. Нет, это все здорово, но бабушке важнее. К сожалению, оказывается, что бабушке важнее. Поэтому я говорю с разочарованием. С разочарованием я смотрю, что значительная часть потенциального электрората, она не задействуется, и кандидаты предпочитают к нему не обращаться. Эти выборы можно назвать, что это борьба кошельков? У любых выборов борьба кошельков. Здесь вот важный такой момент. Если мы сам помним последние выборы, вообще в России крупные, то там такой своеобразный нерв, он был связан с некой такой честностью выборов. Потому что выборы не считались частью граждан в полной мере честными. И вот в студии ТНТ у нас тоже был разговор, должны ли быть выборы честными с точки зрения равенства возможностей кандидатов. Но у кандидатов нет равных возможностей. И быть не может по определению. В принципе, да. И здесь мы тоже с вами наблюдаем довольно-таки любопытную ситуацию. Соревнуются разные медийные, организационные и финансовые ресурсы кандидатов. И вот есть кандидаты, у которых вот эти медиаресурсы и организационные ресурсы довольно-таки значительные. Такое как бы четкое выделение пар противостояния, оно наблюдается и в 24-м, и в 25-м избирательном округе. Мне уже нравится это на самом деле кампания выборная тем, что появляются веселые плакаты. Транспортники, как их называют, это Николай Тараканов. Как же у него была-то листовка висела на перевалке? Много во всех изданиях об этом написано. Там Тараканов против. Тараканов против Галии Васи. Вот так вот она, по-моему, звучала. Это как у нас вообще воспринимать? Криатура пиарщиков? Мне кажется, Криатурой было бы продолжение. Это встречная листовка. Галя и Вася против Тараканов. Мне не нравится такая негативная повестка дня, когда Тараканов против. Возможно, появится листовка Тараканов за, например. Ну, либо тот либной кандидат за. И это было бы более правильно, когда кандидат высказался бы по вопросам, за что он в городе. Вот как он относится к достроительной политике? Как он относится к решению транспортных проблем? Ну, это программа уже получается, в принципе. Ну, в сжатой форме, вот такая форма обращения к избирателям, она могла бы работать. Мы забываем, ну, или, по крайней мере, здесь немножко тушируется такой вопрос, это партизация кандидатов, партии, которые поддерживают кандидатов. И вот сложилась ситуация, когда Единая Россия, например, с приливой России, то есть парламентские партии, открыто не выдвинули своих кандидатов. Ну, открыто можно не выдвинули, да? Да, совершенно верно, совершенно верно. Но момент такой ослабления партизации, он имеет место. То есть, это не идеологические партийные установки соревнуются между собой, это более индивидуализированное, но более персонально ориентированное, персонально заточенное противостояние в каждом избирательном округе. А противостояние вообще есть, как вы думаете, все-таки, вот вы так сейчас сказали, а мне такое ощущение, что там все как-то хаотично движется и развивается до 14 сентября. Мне кажется, в каждом округе есть два кандидата, которые являются такими лидерами, и основное противостояние идет между ними. Вы правы, что при низкой явке, на самом деле, там несколько, ну, сотен, а может даже десятков голосов предопределить электоральный успех одного либо другого. Вот, повторюсь, в условиях низкой явки. Кто мобилизует своих таких надежных, верных соратников, тот и получит преимущество. В предыдущей программе Григорий Фондеев, он отметил, что вот есть команда Попова, есть команда маршруточников, которые противостоят, и, собственно, все. Остальные теряются на фоне. Согласны ли вы с этой точкой зрения? На самом деле, с начала политического сезона мы наблюдали некое противостояние, ну, или, по крайней мере, оно в том числе поддерживалось. И медийными людьми, и политологами противостояние между командой действующего губернатора и действующего главы города. Я думаю, что вот кандидаты, идущие от Василия Попова, это как раз первые такие осознанные кандидаты мэра города. Они будут поддерживать мэра города Галину Ширшину. И она получит такую хотя бы небольшую, если они победят, получит фракцию, которая будет 100% за нее. Хотя было бы очень важно, чтобы они высказались по этому вопросу, на самом деле, так ли это, и она высказалась, ее ли это кандидаты. Но поскольку за их спинами стоит Василий Попов и политический медийный холдинг, связанный с губернией, то эта связь вроде бы очевидна. Другая фракция это как раз либо сторонники такие прямые губернатора, либо те, кто понимает, что городская политика должна корректироваться. И их симпатии на стороне советников губернатора и те, кто как бы поддерживает, не могут поддерживать, лучше я так скажу, не могут поддерживать нынешнего городского главу, нынешнего городоначальника. Олег, я правильно понимаю, что вот на этих выборах все-таки можно проследить вот это противостояние, в кавычках, как я его называю, между губернаторской, скажем так, командой и мэрской. Хотя вроде бы, на мой взгляд, вроде бы какое-то затишье летом наступило. Бесспорно, я считаю, что так. Для избирателей можно было бы пойти путем жребия. Просто бросить жребие, кто победит, тот и депутат. Но если это выборы, если необходима легитимация, то есть поддержка со стороны обычных горожан, то тогда сами выборы используются для продолжения этой политической борьбы. Это вполне очевидно. Я бы единственное сказал на данный момент, что пока еще непонятно, будет ли какой-то подкуп избирателей или еще что-то. Пока таких тенденций я не вижу, честное слово, как горожанин. Будем надеяться на честную процедуру голосования и подсчета голосов, определения победителей. Здесь, я думаю, все выступают за честные выборы. И на самом деле, пока таких сомнений их нет. Единственное, чтобы я сказал нашим телезрителям, кто в этих округах живет, кто будет голосовать. Если проголосовали за 500 рублей, образно за 100, за 200, неважно за какие деньги, то потом нечего спрашивать с власти, почему у вас то-то и то-то не работает, и дорог нету и так далее. Честное слово. И на телевидение звонить тоже бесполезно. На этой ноте я предлагаю сегодня закончить. Я думаю, что на следующей неделе мы с вами встретимся в этой студии вновь, потому что, я думаю, каждый день сейчас будет решающим в исходе выборов 14 сентября. Я думаю, что что-то новое обязательно появится за эту неделю. Убежден, что большинство избирателей еще не определилось в своих предпочтениях, в том числе нету данных социологии, поэтому каждый день на самом деле будут приносить какие-то события, и ответственные горожане, я думаю, как раз сделают выбор в течение вот этих трех недель, ну, смотря на повестку дня ежедневно. Я думаю, все кандидаты хорошие. На этой ноте действительно мы заканчиваем сегодня программу. Вы смотрели РФ с Денисом Базанковым. У нас в гостях был публицист и политолог Олег Риот. Увидимся через неделю на ТНТ «Онега». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин